до евро. Нам могут срезать около 700 миллионов евро. Правда, есть шансы, что не срежут. Уже, в принципе, предусматривается возможность предоставления дополнительных средств для стран, которые были в глубоком кризисе в 2008-2010 годах, что значит, это страны Балтии и Венгрии. Впрочем, не исключено, что до обсуждения нужды чаянии Латвии дело на саммите так и не дойдет. Не зря наши крестьяне привезли в Брюссель колхозную технику. Сегодня весь Евросоюз напоминает большой колхоз. Правда, не все в нем равны. Есть богатые страны, а есть такие, как мы. И вот эти кулаки совсем не хотят помогать беднякам. Если сегодня ночью богатые и бедные не договорятся хотя бы о размере бюджета, то уже завтра днем премьеры разъедутся по домам. И это станет для Латвии самым неприятным исходом. Сейчас даже самые скупые брюссельские предложения выгодны для Латвии. И по ним мы получим в целом больше, чем в предыдущие 7 лет. Если же переговоры провалятся, то рассчитывать на добавку не приходится. Большинство все же начинает понимать, что договориться сейчас будет проще, чем в феврале или марте. Потому что уже следующей осенью состоятся выборы в Германии. А выборы в такой большой стране, которая является главным финансовым столпом ЕС, могут оставить очень большое влияние на любое решение. Проблемы будут и у всего Евросоюза. Плана Б на случай провала у Еврокомиссии нет. И финансовые рынки вновь ударят и по европейским банкам, и по странам. В этом смысле свинью всему Евросоюзу подложила Великобритания. Английский парламент разрешил своему премьеру Дэвиду Кэмерону сказать «да» европейскому бюджету, если его общий размер не превысит 850 миллиардов евро. Это на 280 миллиардов меньше, чем предлагала Еврокомиссия. На такое сокращение не согласится никто. Ну, здесь важно, чтобы все 27 стран были бы готовы на переговоры, были бы готовы также искать компромиссы, совместные решения. Если какая-то страна придет как бы с ультиматумами, тогда, конечно, переговоры не получатся. Ждать осталось недолго. Уже этой ночью станет ясно, быть или не быть европейскому бюджету. Алексей Дунда, Юрис Голубев, СПР, Балтийский канал. Вопрос с негражданами в очередной раз был поднят в Страсбурге. Там сегодня в рамках рабочего заседания интергруппы Европарламента по традиционным этническим сообществам и языкам Евросоюза состоялись вторые слушания по вопросу безгражданства в Латвии. В слушаниях участвовали представители четырех крупнейших фракций Европарламента, Народной партии, Социал-демократов, Либералов и Зеленых. По инициативе Татьяны Жданок, собравшей данное заседание, депутатам было рассказано о ситуации в Латвии после отказа Центральной избирательной комиссии проводить второй этап сбора подписей за проведение референдума по гражданству. Представители движения «За равные права», которые участвовали в слушаниях, в своих выступлениях обратили внимание участников на бесперспективность и абсурдность политики латвийских властей, нацеленной на разделение русской языковой общины Латвии на граждан и неграждан. Интергруппа – это межфракционная парламентская структура, в работе которой обсуждаются различные проблемы, касающиеся всех фракций Европарламента. Правящая коалиция и независимые депутаты Сейма сегодня проголосовали за то, чтобы передать на рассмотрение в комиссию по европейским делам, разработанный Кабинетом министров, закон о введении в Латвии евро. Оппозиция в ответ на это намерена обратиться к президенту и угрожает проведением референдума. Латвия сильно торопится с введением евро, не замечая очевидные минусы, считают представители оппозиции. Ситуация в еврозоне падения кредитных рейтингов крупных государств уже слишком многих заставляет серьезно усомниться в стабильности этой валюты. Из 10 стран кандидата вступления в еврозону, только Латвия продолжает следовать позиции о необходимости введения евро. Такие государства, как Швеция, Дания, будут проводить по данному вопросу референдум в следующем году, в 2014. Мы поспешно двигаемся в еврозону, не учитываем те проблемы, которые есть, не учитываем возможные затраты и минусы, которые заключаются в увеличении средств на введение евро. Но если часть политиков беспокоит многомиллионные взносы в европейский стабилизационный фонд, который платят все страны еврозоны, то простое население волнует рост цен на товары и услуги, которые будут округляться при введении новой валюты. Здоровый скептицизм присутствует и у части депутатов коалиции. Однако такие разговоры ведутся лишь в кулуарах. Во время голосований строго соблюдается партийная дисциплина. Так было и сегодня. Единство партии реформ и независимые за. ЦС и СЗК против. Может быть, что есть какой-то договор с Еврокомиссией, что надо поддержать как-то евро во всей Европе, чтобы он опять помнялся, и все думали, что евро это сейчас хорошая валюта. Однако в руках у оппозиционных депутатов есть механизм, с помощью которого они могут помешать введению в Латвию евро. По регламенту СЕИМа, после того, как документ будет принят в окончательном чтении, ЦС и СЗК, собрав 34 подписи, намерены обратиться к президенту с просьбой не провозглашать закон. Сразу после этого Центр избирком обязан за государственный счет начать сбор подписей за проведение референдума. Коалиция этого очень опасается. Это значит провалить введение евро лет на 7-8 приблизительно. Конечно, каждая из сторон оппозиции руководствуется своими целями. В любом случае, я призываю всех политиков, прежде чем подписывать такого рода просьбу президенту, очень серьезно задуматься не о своих рейтингах, не о своих успехах в следующих выборах, но задуматься о том, как Латвия должна выглядеть через 10, через 15-20 и дальше лет. Главные доводы коалиции. Если через 10 лет латвийской валютой по-прежнему останется лад, то за обслуживание внешнего долга только за конвертацию мы переплатим около 1 миллиарда евро. Серьезные затраты ждут и предприниматели, и население, большинство которого имеет кредиты в евро. Прежде чем вопрос с проведением референдума будет решен окончательно, законопроекту еще предстоит пройти три утверждения в парламенте. Валерия Смирнова, Айнар Скрауклис, Первый Балтийский канал. Кабаны могут оказаться вне закона. В связи с тем, что они вытаптывают сельскохозяйственные угодья, парламент рассматривает возможность разрешить их отстрел без всяких ограничений. Введение таких норм предусматривают поправки к закону об охоте. Депутаты встали на сторону крестьян и землевладельцев, которые сегодня вынуждены просто смотреть, как непомерно расплодившаяся популяция кабанов вытаптывает их посевы. Однако, несмотря на то, что разрешающий неограниченный отстрел наглых четвероногих поправки к закону сегодня приняли в первом чтении, документ в парламенте еще ожидают горячей дискуссии. Есть эти колебания в количестве. Может, там будет какая-то очень суровая зима, которая может 60-70% популяции кабана уничтожить. Но тот факт, что сельское хозяйство сейчас страдает, это слишком большого количества кабана. Это естественно. Но так же, как бобра, я считаю, нельзя вне закона провозгласить. Настораживает биолога по образованию депутата Лидоку и еще одна принятая к закону поправка. Она предусматривает возможность охоты с помощью лука. Сегодня использовать такой вид оружия запрещено. Не каждому дано подкрадываться так близко к животным, чтобы из современного лука его попытаться застрелить. С другой стороны, я не исключаю, что все-таки много раненых животных будет. Но выстрел в винтовке ты имеешь как минимум еще второй выстрел. А с луком ты надеешься только на один выстрел. Латвийские генпрокуроры возмужают. Согласно новым изменениям законодательства, принятым Сэймом, в будущем на должность генерального прокурора сможет претендовать лицо не моложе 40 лет. Занимать данный пост можно будет не дольше двух сроков, то есть 10 лет. Также Сэйм регламентировал и кандидатов на должность прокурора. Их возрастной порог установлен на планке 25 лет. При этом их репутация должна быть девственно чистой. В свою очередь, роль старшего прокурора на себя может приверить лишь человек либо с 10-летним стажем работы прокурора, либо 5-летним опытом работы в Верховном суде. Появилась новая информация о претендентах на пост мэра Риги. Согласно неофициальной информации, единство, стартуя на муниципальных выборах, может выдвинуть на пост главы рижского самоуправления экс-министра культуры Сармиту Эллорте. Генсек партии Артис Камперс, однако, данную информацию не подтвердил, отметив лишь, что имя кандидата может быть озвучено уже в следующий понедельник. Информация о возможной кандидатуре Эллорте появилась в газете Дена. Издание ссылается на то, что в 2014 году Рига станет культурной столицей Европы. Поэтому подобное решение и было принято. Сегодня утром средства массовой информации обошла громкая новость. В Лепойском канале военного городка произошла крупная утечка нефтепродуктов. Уже к середине дня выяснилось, что площадь загрязнения намного меньше, чем сообщалось первоначально. К тому же такое загрязнение, к сожалению, дело привычное. Нефтяное пятно между 25 и 26 причалами канала военного городка обнаружили еще в среду днем. Пятно оградили бонами. Но никакой утечки нефтепродуктов в привычном смысле не было. Нефтяные пятна появились от того, что почва в канале Карруста и в окрестностях из года в год пропитывалась нефтью. И еще на этом причале находятся старые из советских времен цистерны, где до сих пор находятся остатки нефтепродуктов. Цистерны разрушаются, и нефтепродукты попадают в грунтовые воды. Их уровень повышается, и нефть снова попадает в канал. С подобными загрязнениями порт сталкивается постоянно. Еще с середины 90-х годов. В Лепайском порту с ним борются, боны ставят, есть корабль для сбора нефти. Но проблему давно пора решать кардинально. Сейчас проходит конкурс на очистку дна канала Каррусты и берегов. И когда это будет закончено, то ситуация улучшится. Проект по очистке дна канала обойдется в 13 миллионов латов. 11 из них предоставит фонд выравнивания Евросоюза. А что касается нынешнего нефтяного пятна на воде канала Каррусты, то несколько часов назад капитан Порта сообщил нашему каналу, что загрязнение составляло всего 270 квадратных метров. Его уже убрали. А количество нефти, попавшей в воду, оказалось меньше полутора литров. Либа Меллер, Артур Плотник, с Первый Балтийский канал, Лепая. При покупке недвижимости вас могут обмануть даже в государственном банке. Такую ситуацию попала семья предпринимательницы Нонны Узолыни. Им приглянулся дом в Юрмале на проспекте Межа, и Парексбанк был готов этот дом продать. Правда, случилось это в 2008 году, когда Парекс принудительно менял владельцев. Со сменой владельцев поменялась и ситуация с покупкой, и семья осталась, и без дома, и без имущества. Вместо договора о покупке Нонни Узолыни в банке предложили заключить договор безвозмездного пользования домом на три месяца. За это время кредиторы должны были официально отобрать дом у предыдущего владельца и должника, Вячеслава Бодни, который не платил ни по кредиту, ни коммунальные платежи. Мы хотели купить дом. Мы обратились в дирекцию Парексбанка. Тогда он еще был банком Красавицкого и Карагина. Мы прошли все необходимые процедуры, кредитные комитеты и так далее, получили ключи от банка, заехали в дом. И именно в этот момент началась реорганизация банка, его переняло государство. То есть наш договор был заключен 1 октября. 18 ноября началось перенятие банка. Банковский менеджер заверил покупателей, что перенятие банка ничего не меняет. И как только процедура официального отъема дома завершится, договор покупки будет подписан, и новые владельцы вступят в свои полные права. Но в жизни все оказалось по-другому. Прежний владелец Вячеслав Бодни со своими подручными приехал в свой бывший дом. Они отыгрывают свою, как говорится, роль. Им заплатили, они играют. А параллельно этому просто грабится, присуждается чужое имущество, люди обворовываются, нас держали в заложниках. Малышу было 18 дней, я прошу принять во внимание. У нас украли животных, у нас погибло 2 кота в результате этого. В банке Парекс, который сейчас называется компанией Реверта, о проблемах с домом в Йормале на проспекте Межа-35 не знают. У должника банка Вячеслава Бодни этот дом отобран в 2009 году. И с этого момента объект числится на балансе Реверта. Продать его по рыночной цене в полтора миллиона якобы невозможно. И дом сдается в аренду в ожидании лучших времен и повышения цен на недвижимость. К тому же, по словам представителя банка, за ту сумму, за которую дом предлагали купить, но не у Золани, а это полмиллиона латов, этот объект не продается. И вообще, все проблемы с домом случились еще до разделения Парекса. Поэтому нынешние сотрудники Реверта никакой ответственности не несут. Тем временем семья через суды пытается вернуть свое имущество, а ответчики обвиняемые регулярно болеют и не ходят на судебные заседания. Чтобы принять решение, по какой причине обвиняемый Бодни не явился на заседание, по уважительной или неуважительной, суд объявил перерыв до завтра и обязал защитника обвиняемого предоставить в дополнение к листу нетрудоспособности выписку из медицинской карты с указанием, какой режим назначен больному. Больной заболевает перед каждым из семи заседаний, которые уже состоялись. Анона Узолыня намерена призвать к ответу не только Вячеслава Бодню, но и банк с его нечестными менеджерами. А в самом банке нам сегодня по телефону ситуацию прокомментировали так. Разделение Барекс-банка на плохую хорошую часть произошло в 2010 году. Из-за события до разделения нынешний персонал ответственности не несет. Андрей Якульев, Олег Горячев, Первый Балтийский канал. Потери багажа при авиаперелетах неприятные, но, к сожалению, довольно частые форс-магазины.